Добрый день! Меня зовут Евгения Порошина. Я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим о том, что такое анима и анимус, как структурные компоненты нашей психики, как это видел Юнг в аналитической психологии. Анима и анимус в переводе с латинского означают «анима» — это душа, а «анимус» — это дух. Что это значит? В нашей психике есть полярность. То есть у Юнга это была одна из центральных идей, что во всём всегда есть два полюса. Анима для мужчины значит то, что внутри есть в бессознательном внутренняя женщина, а у женщины наоборот анимус — это внутренний мужчина, есть в бессознательном. То есть в сознательной части, женская часть, она на осознанном уровне находится, а часть мужских, качества психики, они находятся в бессознательном. Внизу под видео будет ссылка, будет статья на сайте про аниму и анимус. Кто любит читать, хочет получить важные, нужные инсайты, зайдите, там всё есть. Также в следующем видео более подробно запишу, что такое захваченность комплексом, когда активируется комплекс, почему у нас может возникать депрессия, например, когда у нас эти качества внутри не развиты. То есть когда идёт активация этих внутренних структур психики, анимы у мужчин и анимуса у женщин, тогда происходит такое состояние эйфории, как влюблённости. Когда эти внутренние структуры внутри не развиты, спят, тогда может возникать депрессия. То есть с этой точки зрения можем смотреть, например, наша персона, это те маски, те роли, которые мы играем в социуме, наша персона помогает нам адаптироваться к внешнему миру. И наша анима у мужчин и анимус у женщин, вот эти внутренние структуры противоположного пола позволяют нам адаптироваться к своему внутреннему миру. Поэтому также в процессе терапии эти структуры также активируются, либо в процессе личностного роста. То есть ещё раз подытожим, анима — это внутренняя женщина у мужчины, анимус — это внутренний мужчина у женщины. То есть это как качество психики противоположного пола есть внутри у каждого человека, и их надо постепенно развивать. Например, женщина развивает эти качества психики, это не значит, что она станет мужчиной. Но просто она, вот эти мужские качества в нужном месте, в нужном количестве будет проявлять активность, твёрдость, что-то ещё. То есть также это надо делать и развивать эти части. Мужчине надо развивать женские части, а женщине — свои мужские. Там это активность, где-то напористость, что-то ещё. В разных школах, в разных психологических направлениях это по-разному говорят. В принципе, например, про женщину, либо про мужчину говорят, что 30% должно быть развиты качества противоположного пола, и 70% — те качества какого пола человек. То есть у женщины должно быть на 70% развиты женские качества и на 30% — мужские. Это наша дисциплина, ответственность, что-то ещё. Желаю получить важные и нужные инсайты, осознание. Внизу будет статья, почитайте, ознакомьтесь, гарантирую, получите какой-то новый взгляд на себя и на свои качества, потому что развитие этих внутренних качеств даёт нам, можно сказать, новые возможности для самосовершенствования, для своего роста, для того, чтобы становиться немножко улучшенной версией себя. Если есть вопросы, задавайте под видео, с радостью отвечу и всем хорошего дня!